Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления тела мушки нанесите на нить дайбинг. Намотайте дайбинговую нить на цевьё сначала по направлению к загибу крючка, затем обратно. Если длины дайбинговой нити не хватило, нанесите на нить ещё дайбинг и продолжите намотку. Для изготовления подкрылка возьмите два пера CDC, сложите их вместе и отмерьте необходимую длину крыла. Кончики перьев должны располагаться на уровне загиба крючка, затем закрепите их на цевьё. После закрепления отрежьте лишнее. Отведя оборотки перьев назад, обмотайте место среза нитью. Для изготовления верхней части крыла выровняйте в ступке небольшой пучок меха. И отмерив необходимую длину, она должна быть точно такой же, как длина подкрылка, закрепите его на цевьё. При необходимости поправляйте мех для того, чтобы крыло располагалось сверху цевьё. Для изготовления ножек отогните назад и немного вниз три-четыре волоска и закрепите их в этом положении. То же самое сделайте с другой стороны. Затем соберите в один пучок все волоски, торчащие вперёд, и отрежьте их. Обмотайте нитью место среза. Для изготовления грудки нанесите на нить немного дайбинга. Затем, отведя все волоски меха назад, намотайте дайбинговую нить на цевьё. Сделайте завершающий узел и отрежьте нить. Теперь необходимо подрезать ножки до нужной вам длины. Длину вы можете выбирать самостоятельно, но не делайте ножки слишком короткими. Для придания ножкам большей реалистичности можно их немножечко помять. Все, мушка готова.